Факты, о которых нельзя забывать. В Ханты-Мансийске открылась выставка, тема которой преступления нацистов против мирного населения в годы Великой Отечественной войны. Государственный архив Югры предлагает познакомиться с рексекреченными документами. Они публикованы в рамках федерального проекта «Бессрока давности» по поручению президента Российской Федерации. Сюжет Марины Селезневой. Истории о зверствах войны и о трагических судьбах советских людей. Сегодня в Государственном архиве Югры выставка, посвященная судебным процессам над фашистскими преступниками и жертвам концентрационных лагерей. Зинаида Лебедкина оказалась лично знакома с теми, кто в детстве прошел через этот ад. Потрясающая судьба, как мне потом в Заводоковске рассказала одна женщина, она работала в администрации города Нефтьюганска. Во время, ну, в пути в концлагерь мать родила ребенка. Вот ее. И несла, когда они шли в колонне, в обувной коробке ее. И этот вот малыш наперекор всему выжил в концлагере. Архивные документы подтверждают, у нацистской Германии был план истребить и поработить. 76 концлагерей созданы немецкими захватчиками. Из 18 миллионов узников 11 погибли. 306 тысяч детей убиты в газовых камерах, замучены голодом, выкачиванием крови, отравлены ядом. Преступления против человечности легли в основу обвинительного приговора Нюрнбергского трибунала. Я обвиняю подсудимых в том, что объявил себя представителями ими измышленной расы Господь, а не всюду, куда проникала их власть, создавали режим произвола и хиромии. Режим, основанный на попирании элементарных основ человечества. Впоследствии, опираясь на опыт Нюрнбергского трибунала, судебные процессы прошли над японскими военными преступниками в Токио и Хабаровске. Милитаристская Япония не только планировала нападение на Советский Союз, но и разрабатывала и даже применяла бактериологическое оружие. Это настолько все связано. События те давние, трагические и события сегодняшнего дня. Поэтому я считаю, что эта выставка необыкновенно актуальна. Она очень нужна. Помимо документов, здесь аудиовоспоминания, фильмы, книги. На них можно перейти по QR-кодам. Государственный архив Югры приглашает на экскурсию всех жителей и гостей города. Страшно, когда читаешь и знакомишься с этими документами, мурашки по коже. И молодое поколение должно сделать все, чтобы вот эти преступления, особенно преступления против человечности, не повторялись. Архивные документы, в том числе и рассекреченные, опубликованы в рамках федерального проекта «Без срока давности» по поручению президента Российской Федерации. Марина Селезнева, Никита Ручкин, Вести Егория, Ханты-Мансийск.